Добрый день, дорогие мои слушатели! История жизни продолжается. Мы добрались с вами до того момента, как я оказалась в Москве. Ну, чуть-чуть назад вернусь. Когда я принимала решение открыть свое ателье, мне на тот момент было где-то примерно 49 лет. Я, надо сказать, всегда любила читать в своей жизни. И в ту пору стали появляться, ну, я считаю, мировые просто бестселлеры. Я читала буквально всех подряд. Это были, ну, вот сейчас вылетел из головы какие книги, но неважно. Это были учебники успеха, учебники по развитию какой-то личности, по созиданию. И впервые, прочитав о том, что исследования проводились, и они привели к тому, что все известные, знаменитые люди, которые очень много добились своей профессии, начинали свою профессию буквально уже после 40 лет, потому что до 40 лет опыт какой-то копился, 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 возревало, возревало вот это вот желание, что же для тебя самое главное в жизни, и что для тебя основное. И только после 40 лет люди начинали как-то себя реализовывать, потому что делали это уже осознанно, а не так, как слепые котята тыкались где-то, да. И в тот момент я уже очень четко понимала, что, несмотря на возраст, начинать свое дело никогда не поздно. И прикинув, что если у меня сегодня 49 лет, то лет 20 в запасе у меня еще есть активной жизни, я сделала этот шаг в бездну. И очень пожалела о том, что не сделала его лет 10 назад, когда началась эта перестройка, когда еще все было, все были в какой-то эйфории, были все в надеждах каких-то, да. Если бы я начала это все раньше, я бы, конечно, к этому моменту уже была совсем не там. Но не надо говоривать о прошлом, потому что все происходит так, как происходит в нашей жизни, и в моей тоже. И поэтому, когда это решение у меня вызрело, несмотря на возраст, я сделала этот шаг и открыла свое ателье. И проработав в ателье, достаточно, я считаю, успешно, если принять во внимание то, что я быстро переехала в собственное помещение, то есть я нашла возможность оплачивать ипотеку, ведь это тоже все чего-то, купить оборудование. Кстати, большая часть этого оборудования осталась моим девочкам в наследстве, и моя квартира, мое ателье тоже самое, потому что пока я не рассчиталась за ипотеку, это прошло еще года полтора, наверное, я брала эту ипотеку на 10 лет, рассчиталась в общей сложности за 4 года, она была в пользовании все тех же моих девочек, работниц, которые остались после меня везти, продолжать вот это мое ателье, которое называлось Галина, со всеми тканями, со всеми ножницами, со всеми ниточками, со всеми оборудованием, столиками, ну полностью совсем, куда это, в Москву с тобой что ли заберу? Конечно, это все мне было не нужно. Вот, и я оказалась в Москве. Оказавшись в Москве, первая моя какая-то очень хорошая помощь, которую мне оказали на первых порах, это была Оля Вильшенко, дай бог ей всяческих благ, первые месяцы я работала у нее, потому что она была из моих учениц из института, она была в то время в Москве, открыла свою фирму в Англии, когда узнала, что я окажусь в Москве и могу у нее работать конструктором и помощницей, то она может на меня опираться и делать свои коллекции прямо здесь. Ну вот какое-то время она меня поддерживала, я у нее работала, а потом у меня случилось так, что я собрала свою группу первую и потихонечку она пошла своей дорогой, я пошла своей дорогой по разным общечеловеческим каким-то таким причинам. И параллельно с этим небезобвенный Александр Васильев тоже предложил мне поддержку. Какое-то время я работала в школе Останкино, куда он порекомендовал меня в качестве педагога, в то время, когда сам там работал в школе Останкино, и вот в эти группы, где преподавал он и его соратники, какое-то коротенькое время работала и я. Такой тоже интересный эпизод в моей жизни был. Ну а в общем-то не это главное, а главное то, что в Москве я в определенный момент оказалась со своей группой, которую мне нужно было набрать, которой меня не знал никто, я не знала никого, Москва слезам не верит, никто меня там не ждал, сколько этих слезок, тихонечко было пролито на скамейке в парке или в кроватке вечером, никто не знает. Все это было, было и прошло. Понимаете, потому что терпение и труд все перетрут. Начинала я в Москве с того, что мне нужно было себя прорекламировать и сделать известной. На первых парах я хотела устроиться преподавателем в какой-нибудь вуз. Несмотря на то, что там требовались преподаватели, судьба складывалась таким образом, что я либо не могла дозвониться, либо дозвонившись у нас не складывалась встреча. Ни на одну нормальную встречу я не попала. А потом время как-то прошло, собралась первая группочка у меня в ателье. Появился заработок. Не в ателье, вернее, а обычные мои группы, которые я веду оффлайн, очные. Было тогда человек 10 их. Я снимала помещения для занятий с ними в Москве. И, собственно говоря, это была моя финансовая опора, поддержка. И я потихонечку перестала искать какое-то место. И так я на этом обучении и сосредоточилась. Что я делала для того, чтобы стало известно? Я проводила мастер-классы, например, в швейном мире. И не то, что мне за это платили. За это платила я. Для того, чтобы собрать людей, провести они делали рекламку, люди собирались, и я рассказывала вот это вот свое построение. Потом первая помощь, которая мне оказалась очень существенной, была Надя Азарова. Это хозяйка осинки. Наденька, если вы меня слышите, огромное спасибо вам и низкий поклон. Потому что она первая привела меня в магазин ткани. Она первая сняла из фотографий, видео, курс, что ли, о том, как я краю сразу на ткань. Я снимала мерочки с нее. И все это снималось на фотографии. Тогда еще видео было не распространено. И она у себя на сайте выложила с подробными комментариями, описаниями вот эту цепочку фотографий, видеоряд этот, где было объяснено и показано, как работает мой, собственно говоря, мой метод, мой безликальный метод кроя. Это было тогда в новиночку еще для всех. Ну и я стала присутствовать на сайте осинка. И там у меня была и рекламка. Я платила за рекламу, конечно же, да. И оттуда стали приходить, собственно говоря, первые мои ученики. Еще я тогда себя узнала про сити-класс. Еще я привела себя в сити-класс, предложила ноталье, организатору этого всего дела хорошего, вести там свои уроки, свои лекции. И меня тоже туда взяли на работу. И примерно раз в месяц я ездила. Они для меня собирали аудиторию. И я проводила там свои уроки, где я рассказывала за три часа, как строится базовая конструкция. Как я это делаю? Безликальным, так сказать, своим способом, который основывается на том, что измерил, то и отложил. Никаких расчетов, никаких формул, никаких вычислений, сложных каких-то таблиц и уморазмышлений у меня абсолютно нет. Все абсолютно строится на простой человеческой логике. Что измерил, то и отложил. То есть ничего надуманного нет. Есть фигура с конкретными своими мерочками, особенностями. И есть наша бумага или потом ткань, куда мы можем это все перенести. Ну, одним словом, большое спасибо создателю вот этого сити-класса. Наташа, забыла, как у нее фамилия. Не помню теперь уже, да? Вот. И я несколько лет, собственно говоря, достаточно успешно поработала там. И люди ко мне на занятия приходили оттуда. Ну и дальше больше. Дальше больше. Потом я уже переехала из комнатки, которую снимала. Было время, когда я снимала просто комнату в центре Москвы, недалеко от Курской. Я проводила занятия со своими и в комнатке, потом индивидуальные встречи в кафе и чего только не было. Потом ездила даже по домам к своим ученикам, где меня там угощали чаем, конфетками, фруктами. И мы, в общем-то, со всеми дружили. Аллочка у меня такая была ученица замечательная. Потом мы ее благополучно выдали замуж в Европу за голландского дипломата. Сейчас не знаю, где она живет. Очень милые, чудесные были встречи наши с ней. И, в общем-то, собственно, много было чего хорошего. Я учила ее шить. И мы вот как-то тоже даже дружили. Можно так сказать, да? Дальше я переехала в свое помещение. Оно у меня маленькое, но оно находится... Это однокомнатная крохотная квартирка. Мне ее предложил риэлтор. Я увидела, что это рядышком с метро, что девочкам моим ученицам далеко бегать не нужно никуда. И она светлая, окна выходят на юг. Зеркальное окно от стенки до стенки. И никаких строений, деревьев, 11 этаж. То есть огромное большое небо. Этим она меня привлекла. И я решила, что это то, что мне нужно. Я там осталась. Сделала какой-то косметический ремонт, потому что комнатка была старенькая, квартирка заброшенная. Никто там как следует уже не жил в последнее время. Но как могла, привела ее в порядок. И надо сказать, до сих пор, ну не знаю, к своему стыду или нет. Кто-то считает, что мне стыдно находиться в таких обстоятельствах, потому что я уже все это давно переросла. Но пока не могу решиться и поменять это все. Потому что удобно добираться. Да, тесновато возможно в каких-то... Но мы так вот устроились, потому что я считаю, что те знания, которые я даю девочкам, та радость, которую они получают, та энергия, с которой они уходят, от меня окрыленные, понимающие, наученные, изменившиеся какие-то, да, в лучшую сторону. Я думаю, это стоит гораздо больше того, что мы занимаемся в каких-то не очень таких вот современных стенах, вот с таких вот беленьких, чистеньких, красивых. Ничего этого у меня, к сожалению, там нет. Но зато поделюсь своими какими-то успехами. Потихонечку, играя на разнице в ценах, я стала зарабатывать, обучая вас вот так вот заочно. Стала зарабатывать. У меня пошли дела на лад в Челябинске. Мы, когда рассчитала... Сначала я рассчиталась за ипотеку. Конечно, девочки после этого переехали в свое помещение. Они где-то сняли комнату в центре, как они хотели всегда. Вот. А я эту ателье, то, что у меня было под ателье, трехкомнатную квартирку продала. И мы купили хорошую трехкомнатную тоже квартиру с доплатой, естественно, на которую я зарабатывала, дедюшки. Я купила в Челябинске, в лучшем районе, с экологической точки зрения и все. И устроились мы совершенно замечательно. Потом я купила на заработанной в Москве деньги. Я купила участок земли с березками, на котором я построила. Маленький домик, потом маленькую баньку, потом при нем летнюю кухню. И это просто счастливый мой уголок, где я не развожу большого огорода, не выращиваю тьмуть-нущую цветов. У меня живут березки, у меня посеяна травка, где свежий воздух, где поют птицы. И я просто отдыхаю душой. И это прекрасный-прекрасный уголок, который тоже получился построенным на заработанные вот здесь вот уже моими ручками в Москве денежки. Еще что я купить? Та квартирка, в которой мы жили раньше, мы ее продали, денежки поделили между теми, кто там был, участвовал в правитизации. Это Аленка с сыном и мы с Володей. И на эти денежки купили еще маленькую квартирку. И уже будучи, стали ее сдавать. Это был какой-то у нас небольшой доход. Вот. И случилось так, что я все время хотела уехать из Москвы. Хотела из Москвы уехать, но Москва меня не отпускала. Она все засасывала, засасывала, засасывала меня все больше и больше. Потому что здесь жили дочка с внуком, а там в Черядинске жил мой бедный Володя один. Сначала он работал, и я не могла срывать его с места. А потом, да и некуда было срывать. Я снимала вот эту махунькую квартирку, там ему места физически просто не было. Ну вот. А потом случилось неожиданно таким образом, что я увидела в деревне, не буду называть эту деревню, на опушке леса маленькие трехэтажные домики. Приехала к своей тоже ученице, мы подружились. Она говорит, я купила себе квартирку. Я говорю, как ты смогла купить квартирку, если твоя квартира в Златоусте, это в Черядинской области городок. Она говорит, вот представляешь себе, там недорогие квартиры, приходи, посмотришь. Я говорю, а двухкомнатные квартиры там есть? Она говорит, позвони, узнай. И вот последняя двухкомнатная квартира, которая была вот в этой деревне, она оказалась моей. Чем ближе я подходила к этой квартире, я все больше понимала, как мне здесь нравится. Рядом огромный, огромный лес. Ровненькие ряды вот этих домиков, детские площадки, спортивные площадки. Боже мой, чистый воздух. Я иду, и не могу поверить, что я нахожусь буквально в 10 километрах от МКАТа, что это так близко, и это вот так вот замечательно, такое царство может здесь быть. Ну и, конечно, нашлась квартирка, она как будто меня ждала. Так я купила вот эту вот квартирку. Я продала ту маленькую, что мы в Челябинске купили, держали, пока ее на ней немножко зарабатывали. И вложила эти денежки уже вот в первоначальный снос вот в эту квартирку. Плюс там была рассрочка на 3 года. Я воспользовалась этой рассрочкой. И меньше, чем за 3 года, по-моему, за 2,5 года, я с большим, конечно, огромным трудом за нее рассчиталась. Здесь я должна сказать огромную благодарность своим ученицам, своим девочкам, Вале Швецовой, Лене Легенкиной, Гале Арефьевой. Они, когда я покупала эту квартиру, у меня было много-много учеников, у меня были хорошие, полноценные группы, и я понимала, что я легко рассчитаюсь заранее за этот свой долг на квартиру, но нужно было еще ее ремонтировать, потому что она была черновой отделкой. Вот это вот тот ремонт, который мне я сделала сама, уже здесь. Ну, не сама, но немало, конечно, людей. Вот. И пока я принимала такое решение и пошла по этому пути, случился очередной кризис в нашей стране, и у меня не стало групп. У меня не стало доходов, у меня не стало учеников. Остались одни индивидуальные занятия. И вот мои девчонки-ученицы, которые ходили уже на индивидуальные занятия, я обратилась к ним с просьбой, они ссудили мне определенные суммы, каждая свое. Вот. И постепенно я за это все рассчиталась, буквально за какие-то полгода зарабатывала, завязала узелочек в очередной раз потуже, поясочек, как говорится, у себя знала, сколько стоят какие продукты, отказалась себе буквально во всем. Но с долгами я быстро рассчиталась, и все стало хорошо. И все стало хорошо, и теперь на выходные из Москвы я приезжаю сюда. Параллельно с этим, я поняла, что в меня поселилась еще одна большая задача. Я поняла, что свой опыт, безлекальный метод кроя, я должна развивать дальше. Здесь же надо сказать, когда я работала в сети класс, из сети класса поступил какой-то, ну не то что запрос, а информация о том, что у них есть вот такой вот замечательный преподаватель, на которого люди пишут восторженные отклики и отзывы, да, говорит, вы можете предложить ей написать книгу в издательстве АСТ. И Евгения Ларина, редактор этого издательства, позвонила мне, и так благодаря сети класс, благодаря Наташе, организатору этого сети класса, я оказалась у вас писательницей, и начала работать над этой книгой. Но это уже другая история. Давайте на этом мы с вами остановимся, и продолжение у нас будет следовать дальше. Всего вам доброго, всегда ваша Галина Колобейко.